Всем самый огромный привет и сегодня это видео будет на очень-очень востребованную тему по поводу энергетических вампиров. Они бывают среди наших родственников, либо среди наших любимых, либо наши дети, то есть кто угодно может быть сильным энергетическим вампиром. Чаще всего это люди старшего возраста, пожилые люди, вот эти вот постоянные придирки и тому подобное для того, чтобы откачать энергию. Вот и что вот в этом видео я буду рассказывать и говорить мы будем о рунах, но это не будет теоретическая лекция. Нет, мы будем максимально конкретно, максимально понятно для начинающих. Сразу скажу, что я не считаю себя вообще иронологом великим, я в основном пользуюсь чужими формулами, но некоторые свои какие-то наблюдения у меня есть и я с ними хочу поделиться. Расскажу, как защищаться от энергетических вампиров, как сделать так, чтобы энергетические вампиры, не покушав вас, сильно не страдали. Как их накормить, но без, собственно говоря, самопожертвования с вашей стороны. Итак, мы начинаем с того, что все знают, что энергетические вампиры это люди, которые ну вот просто не могут брать энергию, например, от прослушивания музыки, от просмотра красивых каких-то картин, от прогулки по живописному парку и тому подобное. Поэтому сегодня, вот основной какой момент, это накормить их не собой и защитить себя от их ням-ням. Начну с того, что на вампиров нужно ставить два става. И я скажу, каких. Но в первую очередь, смотрите, на себя нужно поставить антивампир. То есть, первонаперво нужно отсечь себя от их, что называется, влияния. Есть очень хороший став уважаемого рунолога Данте. Он называется Хаб. Так, я его вам покажу. Я могу его, в принципе, нарисовать, но я не вижу смысла, потому что он здесь вот есть. Вот смотрите, в чем здесь вот основной момент? Во-первых, нужно нарисовать все вот эти вот формулы и проговорить их. И хорошо, вот в чем вот именно этот став хорош тем, что здесь очень здорово и замечательно. Нет, наверное, все-таки нарисую, чтобы не мешало. Он не действует ни как рассорки, ни как вакуум. То есть, в принципе, он безвредный, он просто не дает жрать. Ну, все-таки давайте я нарисую, потому что на телефоне. Нет, значит, антивампир я советую черным цветом рисовать. Можно карандашом, лучше даже карандашом. Но я покажу вот обычной гелевой ручкой. Также можно их рисовать, если вы, например, работаете в каком-то публичном месте, где вы много-много энергии отдаете. Вот, и самое главное, вы не просто рисуете, да, там, как снежиночку, а вы должны закладывать именно что вы хотите. Что вы хотите в него заложить, как оно будет действовать. Сразу скажу, что для тех, кто не верит, у меня есть подруга, она вообще атеистка. Она не верит ни во что. Ее дико вампире ломать, дико просто. И она, я говорю, слушай, Тань, ну сделай, сделай этот антивампир, ну поставь его. И она его поставила. И вот самое странное, мать просто перестала что-либо, какие-то претензии ей предъявлять. Благо, ей действительно никакие претензии предъявлять не за что было. Она и за отцом смотрела, она и дом уладдавала. То есть человек замечательнейший. Но вот мать постоянно была недовольна, такая царица. Вот. И надо сказать, что настолько Тань, я ее могу сказать, потому что она не будет, я думаю, возражать. Тань много. Настолько вот она проникла с этим ставом, его работой, что она даже себе сделала, по-моему, временную татуировку. То есть она постоянно его на ноге рисовала, на руке ей было неудобно и на руке видно. И действительно, в ее случае он очень хорошо сработал. Сразу хочу сказать, что даже если вы его перерисовали не точно так, как здесь. Вот я его, смотрите, немного не так перерисовала. Но самое главное, вы должны заложить в него то, что он делает. От кого он защищает вас, да? То есть, например, пусть сила этих рун защищает меня от того, что такой-такой человек не может брать у меня без моего разрешения мою энергию, мое здоровье, мою энергетическую подпитку, мою энергетическую составляющую. И все это максимально подробно. И обязательно надо сказать, чтобы он воздействовал без вреда для вампира, потому что мы же не хотим человеку повредить. Очень вот хорошо помню такой вот пример, когда я этот став антивампир поставила на одну свою клиентку. Причем этот человек настолько был ко мне привязан, что она даже меня перевезла в другой город. То есть, вы представляете, насколько? То есть, действительно, она в своей жизни без меня не представляла. И что вы думаете? После того, как я поставила этот став, она вообще перестала мне звонить. Она вообще перестала каким-то образом общаться. То есть, вот просто человека отрезала. Поэтому, если, дорогие люди, вот этот став антивампир, вы поставите на человека, с которым у вас торгово-рыночные отношения, партнеры, бизнес и так далее. Например, он вампирит вас, надает вам деньги. Будьте готовы к тому, что он может от вас отвалиться. А если это родственники, там близкие, то это, конечно же, и вы говорите, что без вреда для их здоровья, можете говорить, без вреда для ваших отношений, безусловно, это не помешает, то такого не будет. Значит, какие здесь руны? Здесь Атал перевернутый, Геба, Хагал, Эйваз зеркальный, Тейваз перевернутый, Лагуз прямой и зеркальный. Вот, что еще? Эту формулу антивампир ставят на себя. Черный цвет, как цвет табу, защищающий. По классике, обычно на левую руку, ну вот, Татьяна моей на левую ногу и наносила. Оговаривается на какой срок, оживляется дыханием, либо слюной, приносится обязательно подношение. Ну, собственно, по этому обряду все. Теперь же, чтобы наш вампир не грустил, чтобы ему не было тяжело, на него нужно поставить энергетик, чтобы ему не хотелось вас кушать, да, потому что антивампир означает то, что вы ему не дадите еды поесть. Но надо же все равно его чем-то покормить. Значит, как мы кормим вампира, да? Мы берем, рисуем. Я для этого става почему-то вот мне видится хорошо вот желтый, оранжевый карандаш. Сейчас я вам покажу. Значит, мы рисуем что? Мы рисуем урус. Вот такой. Вот он урус. Потом мы рисуем биркану, если мы женщину, например, кормим. И мы рисуем соло. То есть, если это став для женщины-вампира, ей он подойдет хорошо, оговаривается, что без вреда для здоровья, без вреда, например, оговорит, чтобы не было высокого давления, например, да, чтобы не было бессонницы, потому что бывает, когда у человека сильно много-много энергии, у него может быть возбуждение, да, он может тяжело засыпать и так далее. Поэтому все это нужно оговаривать. И сразу скажу, что вот этот энергетик, его лучше всего нанести, ну, на какую-то вещь вампира, если у вас она есть. Если у вас ее нет, можно, например, подарить деревянное колечко. Ну, самый такой простой вариант. Они недорогие, они из разных размеров. И внутри бесцветным лаком, например, нанести вот такие руны, как вариант. Дерево, замечательный носитель. Точно так же на деревянное кольцо вы можете наносить и эти же руны на себя. То есть они не только для вампиров. Бывает, что у вас нету просто энергии. Тоже хорошо работает. Также на себя можно наносить просто на левую руку. Тоже замечательно сработает. Сразу скажу, что лучше, когда формула новая, поставить ее на небольшое время, на небольшой срок и посмотреть, как она работает в случае с вами. Сказать, как вы ее будете деактивировать, заранее проговорить. Либо это огонь, либо это просто водой смывается. Огонь, если мы делаем, например, на фотографии, либо на бумаге. Вот. Также можете этот став нанести на фотографию вашего энергетического вампира. Опять же, это в случае женщин. А если вы скажете, у меня вампир-мужчина. Вот что нанести в таком случае вам? Значит, во-первых, что наносим? Наносим урус точно так же. Это бык, который дает энергию. Вот наш урус. Потом мы наносим ингус. И мы наносим соул. То есть, вот такие формулы. Это уже для мужчины. Вот. Урус, ингус и соул. То есть, вы на вампира можете поставить ее. И можете поставить на себя, если вы мужчина и хотите получить энергии. Это мужская. Ну, я сейчас их... Так. Это женская. Это мужская. Вот. В принципе, можно оживлять дыхание. Можно оживлять слюной. Лучше всего работает все эти вещи, если у вас есть доступ к вампиру, на его одежду с внутренней стороны. Хоть на берочку можно аккуратненько прорисовать. Аккуратненько с внутренней стороны берки, например. Вот. Либо на деревянный носитель, либо на бумагу просто. И вложить куда-то ему. Ну, маленькую-маленькую. Вот такую даже совсем маленькую можно. Вот. На этом все. Не забывайте об оговоре. Не забывайте о сроке. Не забывайте, чтобы было без вреда для вас, для ваших близких и для него. Обязательно это оговаривайте. Ну, на этом, собственно, все. Первая формула антивампир, уважаемого Данта. Эти две формулы я сама, собственно говоря, собрала. Не могу сказать, что они мои, потому что, может быть, такие уже есть формулы. Я не знаю. Можете погуглить, проверить. Но именно как энергетики мне они нравятся больше всего. Кто-то может их вязь вписать, если умеет. Мне нравится просто вот так вот строчку. Ну, в любом случае, руны – это творчество. В любом случае, это нужно все пробовать на себе, проверять. Главное – проверять на небольшом сроке. И пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Желаю вам побольше позитивных, приятных людей, которых не нужно отсекать антивампиром, с которыми хочется общаться, с которыми хочется делиться энергией. И, конечно же, гармонии, желания развиваться, желания изучать что-то новое. И подписывайтесь на канал. Увидимся очень скоро. С вами была я, Элитка Кадалка, и канал «Ироничная Таро». Всем пока!